Верховная Рада приняла закон о деолигархизации самолет из Кабула уже в Борисполе. Украина эвакуировала из Афганистана 100 человек. Вы смотрите новости в студии Светланы Леонтьевой. Добрый вечер. Украина своих не бросает. Самолет, вывезший из Афганистана наших соотечественников, уже приземлился в международном аэропорту Борисполь. Там работает наш корреспондент Юлия Грановская. Она расскажет больше о сегодняшнем рейсе. Юля, добрый вечер. Ждем подробности от тебя. Да, Светлана, я прямо сейчас нахожусь в аэропорту Борисполь. Хочу отметить, что 96 граждан уже прилетели в Украину. Отмечу, что из всех эвакуирован 30 граждан Украины, 9 человек, имеющих вид на жительство, 47 членовых семей, 18 граждан прилетело в Украину по запросу Ватикана. Среди них есть студенты, а также два гражданина Канады. Хочу отметить, что в этот раз в Украину эвакуировали очень много детей. О том, как формировали списки и кто попал в эти списки, объяснили в Министерстве обороны Украины. Предлагаю послушать. Всех хвилюю питание, в какой способ формуются списки для повернения граждан. Списки формует МЗС за запитом. Всех, кто проявляет этот запит, кто обратится к Украине. А это не только граждане Украины. Нараза на этом борте прилетели люди, повернение которых запитывал Ватикан, запитывала Канада. И Украина надает допомогу также нашим партнерам и иншим в повернении граждан из Афганистана. Эвакуированные граждане поблагодарили Украину за помощь и отметили, что оставаться сегодня в Афганистане для них крайне небезопасно. Предлагаю послушать. Хочу поддерживать всем, которые на эту эвакуацию, они помогали нам, спешили офис президента, особенно военной разведки Украины. Там опасно всем, кто иностранцы, кто у кого есть еще второе гражданство и кто работал с иностранцами. Это все опасно. Очень, конечно, благодарен всем, кто участвовал на этой эвакуации и нас забрали. Спасибо Украине и спасибо группе эвакуации. Отмечу, что в Афганистане все еще остаются граждане Украины. Некоторых из них возникли проблемы с документами, а некоторые просто не могут приехать в аэропорт Кабула. Однако в офисе президента заявили, что будут продолжать и дальшую работу по эвакуации наших граждан в Украину. Отмечу, что 15 августа талибы захватили Афганистан. С этого момента Украина эвакуировала в нашу страну порядка 700 граждан. Среди них как украинцы, а также граждане других стран. Светлана. Спасибо, Юля. Наш корреспондент Юлия Грановская рассказала о рейсе, привывшем в Украину из Кабула. Он привез 96 человек, пожелавших покинуть захваченный талибами Афганистан. Исторический шанс построить цивилизованное и чистое отношение между крупным бизнесом и государством. Так назвал принятие законопроекта об олигархах Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Во втором чтении за документ голоса отдали 279 народных депутатов. Но решение это нардепам удалось нелегко. Юлия Кричкова расскажет больше. Решение принесет. Он не прийдет, он в других странах. Это вам будет, это до Шевченко. Оппозиция обвиняет монобольшинство его представителя в президиуме Руслана Стефанчука в диктатуре, пока зал продолжает рассмотрение законопроекта об олигархах. После двухчасовых переговоров представителей всех фракций, выхода десятков депутатов к трибуне и попытки отстранения первого вице-спикера депутаты все же голосуют за документ. Инициатором законопроекта был президент Владимир Зеленский. Борьба с олигархами – часть его предвыборной программы. Олигархи – это способ презентования на гражданах Украины, на народе, на державе, невеликой группы людей, которые получают надприбутки. Президент Зеленский и его политическая сила последовательно выступали за борьбу с олигархами, за минимизацию их влияния на державу, на народ. И сегодня мы приняли исторический закон. Законопроект предусматривает создание реестра олигархов. Критерии, по которым их будут определять – влияние на политическую жизнь страны и наличие медиаресурса, значительные активы и владение монопольным бизнесом. Главную роль в определении таких людей будет играть Советность безопасности Украины. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов поблагодарил депутатов за принятое решение. Ранее он заявлял, в СНБО уже тестируют информационно-аналитическую систему мониторинга действий олигархов. Система третьего класса, наивысшего уровня складностей, которая сможет в процессе своей работы делать мониторинг всех тех людей, которые после принятия закону про олигархов в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга. Такая система готова. Она может работать с документами, которые имеют гриф тайм. После внесения в реестр в отношении олигархов начнут действовать ограничения. С клеймом «Олигарх» понятно, неудобно, неприятно. Ограничения небольшие по закону. Неучастие в большой приватизации, запрет на финансирование политического процесса. И надо декларировать свое имущество, как это делают госслужащие. Также надо будет всем, кто контактирует с олигархами, из госчиновников и политиков, надо декларировать контакты. Этот документ рассматривали по особой процедуре, по статейно, без выступлений авторов поправок. Их подали почти 1300. Оппозиционные фракции выступали против такого варианта голосования и заявляли о неэффективности законопроекта для борьбы с олигархами. Инструменты, которые могли бы быть использованы для борьбы с олигархами, мова йде про борьбу с монополями, мова йде про их усунение от государственной властности, в этом законопроекте фактически нема. Больше того, передбачены очень дивные и антиконституционные функции для Ради национальной безопасности и обороны, по сути, призначать ту или иную людину олигарху. Будь-який олигарх может засоби массовой информации оформить на будь-якую иноземную кампанию, которая с ним не афилирована. Если они еще что-то захочут приватизовать, они просто это сделают на какие-то спорядные кампании. Во фракции «Слуга народа» говорят, это лишь первый законопроект, который дает старт для олигархизации в стране. На черзе продолжение реформы антимонопольного законодательства. Мы должны также регулировать лоббистскую деятельность, для того, чтобы регулировать заявки тех, кто заинтересован в принятии тех или других законодательных инициатив. Совет нацбезопасности начнет формировать список олигархов сразу после подписания закона президентом. А через полгода начнут действовать ограничения для тех, кто внесен в реестр. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, Новости Украины. Отмены кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса не будет. Во время внеочередного заседания Верховной Рады нардепы рассматривали сразу несколько вариантов законопроектов, но ни одна из инициатив не набрала достаточного количества голосов. Кассовые аппараты для предпринимателей остаются обязательными с 1 января 2022 года. С утра у здания Верховной Рады представители движения «Сейф ФОП» требовали отсрочить или вовсе отменить введение кассовых аппаратов. Это законопроекты, которые извольняют предпринимателей от такого зашморка на шею, как обязательный фискальный кассовый аппарат. По сути, задушивающий дробный бизнес, который является небольшим. И додатковые витрати на обслуговование ведения обліку и обслуговование кассового аппарата, они для многих фатальны и приведут до закрытого. Я хочу подякувати предпринимателям, подякувати малому бизнесу, который переходит сведомо еще до Нового года, когда не обязательно ведение регистраторов резонтовых аппаратов. Если в листопаде прошлого года платники податков установили только 28 тысяч регистраторов резонтовых операций, разных и программных, и непрограммных, то на сегодня эта цифра превышает 70 тысяч. Освободить узников Кремля, встречаться с лидерами стран ООН в горячих точках и собираться в рамках Генассамблеи ООН не для обсуждения, а для решения проблем. Речь президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке вызвала большой резонанс. Насколько эти заявления повлияют на решение актуальных украинских вопросов, в материале моих коллег. Свою речь на 76-й Генассамблее ООН президент Украины начинает с признания. Говорит, что каждая ночь накануне такого выступления у него бессонная и не из-за волнения перед широкой аудиторией. Своих коллег-лидеров других стран Владимир Зеленский призывает проснуться и обратить внимание и помочь в решении реальных проблем друг друга. Честно, Украина не засинала. Это сложно сделать под звуки вибухов, под звуки пострелев, которые лунают на нашем окупованном Донбассе восьмий рік поспіль. В 2019 году в этой трибуне, я сказал, что война в Украине – это более 13 тысяч погибших, 30 тысяч погибших, сейчас, в 2021 году, и это уже почти 15 тысяч погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости. Такая прямота и конкретика Зеленского поможет остановить вооруженную агрессию России на Донбассе. Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе, уверен. Рассказ о том, что сейчас происходит по обе стороны линии соприкосновения на таком уровне, как Генассамблея ООН, даст новый толчок в переговорах Нормандской четверки. Если мы не будем молчать, продолжать говорить дальше, то в конце концов у нас сформируется какая-то критическая, скажем так, масса осознания у наших международных партнеров, что проблема действительно серьезная, ее нужно решать. Не удастся проигнорировать ООН и факты репрессий в оккупированном Крыму. С трибуны Генассамблеи Владимир Зеленский напомнил о незаконно арестованном Наримане Джелялове и еще нескольких сотнях украинцев из списка политических узников Кремля. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджелісу кримсько-татарского народу Нариман Джелялов. Я дуже розраховую на підтримку международной спільноты. Кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення, та звільнення близько уявить собі 450 українців, які незаконно отримуються на тимчасово окупованих в територіях України та в Російській Федерації. Адвокат незаконно арестованного Джелялова Николай Полозов такое заявление президента України назвал хорошим началом для дальнейшей системной работы по освобождению узників Кремля. Владимир Зеленський в своїй речі також поблагодарив страни, які не бояться открыто называти оккупатию оккупациєю, а агресію агресією. А що касається России, то... Наші державні території, наші державні кордони. Ірина Коваленка, Новости України. За останні полгода обстрілов на Донбасі стало більше в три з половиною разу. І наполовину возросло количество жертв среди мирних жителів. Це данне управління Верховного комісара ООН. Спасаєши від обстрілов, люди бросають свої дому близліні сприкосновення. В Новоалександровці Луганської області осталось всього 12 жителів. І кроме українських воїнних, заботиться о них більше некому. Анастасія Волкова продолжить тему. Семь лет без електричества живет пенсіонерка Анна Мартыненко. Линии електропередач были повреждены еще в 2014 году во время обстрілов. Восстановити їх невозможно из-за близости к линии соприкосновення. Ну, було перемиря, коли, в якому году. Якось, це, по початку. А зараз стріляють кожен день. Хотілося миру вже давно. А що, родня пораскидала по всіх цих цих. Сестра умерла в 2014 році, на похорони не попала, стрілянина була в Луганській. До начала боевых действий Новоалександровки в Луганской області проживало більше 200 чоловік. Сьогодні здесь осталось 12. Все пенсіонеры. Владимир дважды в неделю собирает заказы у односельчан і їздить на велосипеді в соседнюю Попасную. За продуктами. Тому що я привыкся. А, з 2014 року тут прожив. Все час. Толку з того, що я уведу. Поддерживають містне население на линій соприкосновення українські военні. Говорят, в последнє время ситуація здесь обостряється. Незаконне вооружене формування ведуть обстрілу і пытаються совершити диверсії. Буквально останні два місяці особливо загострені. І активні дії, особливо після заходу сонця, дуже часто, практично кожного дня проявляються. Коли вже, наприклад, спостережні органи типу СКК вже не працюють, тоді якраз і починаються активні дії. Або зранку на світанку. Андрей, як пример, демонстрирує визжену землю окопов. Говорит, противник спеціально поджигає сухостой. Получається, по нашим позиціям перед нами прилетіло штук 10 АГС. АГС – це автоматичний станковий гранітомет. Два дні воно затухло, потім знов загорилось. Собирать осколки снарядів, які прилетають на їх позиції, воєннослужащі почали два місяці назад. Говорят, калибри і обозначення заводів производителей – перші доказання того, хто їх обстрілює. Анастасія Волкова, Андрій Магомедов – Новости України. Жить в мире абсолютной тишини. Йожидневну реальність 300 мільйонів чоловік со всього міра і примерно кожного сотого українця. Реальність людей с полной потери слуха. Язык жестов – це основной способ общения для большинства неслышащих, среди которых і сын Ангелины – Ігорь. Я прийшла дому, і він мені говорив, «Мама, я сіла в автобус, на мене почав кричати поддіюль, а я йому показую, що я не слухаю, і показую пенсіонне удостоверення, що він є десь інвалідом, по слуху. Він, говорить, почав на мене кричати, я йому вже відкрив, показав, він тоді, почитав, поняв, що я не слухаю. Сами люди просто начинають, когда давка в автобусі, кричать, а він-то не слухає. То есть ребенок постоянно в шоковом состоянии. Слабослышащим сложно не только адаптироваться в социуме, но і выбрать сферу деятельности. Только нескільки українських университетів готовы обучать таких студентов. 14-летний Ігорь выбрал будущую профессию так, чтобы чувствовать себя комфортно в коллективе. У них є своя среда, у них є федерация спорта інвалідів, по слуху. І він займається у мене баскетболом. Хочет бать спортсменом, тому що там, хоча б в своїй середі, в середі неслышащих. Сейчас, кстати, у них проходит чемпіонат Європи в Італиї. Не просто слабослышащим і в поиске работы. Работодатели часто отказывають таким кандидатам. Просто не знают, как правильно общаться. С трудоустройством у нас совсем все плохо, потому что глухих не очень-то хотят брать. Хочет, вони такі ж люди, як і ми. Ну, от случай моей практики. Потому что рождение ребёнка – это всегда чудо, это всегда хорошо, это всегда большая радость. Хоть это был интимный процесс, но это доставило мне массу удовольствия. Облегчить жизнь таким людям – приоритет для первой леди страны Елены Зеленской. И без жестового языка, по её словам, в этом случае не обойтись. Безбарьерность – уже определённый вектор развития украинского общества. А жестовый язык – часть нашей культуры. Им сопровождаются обращения президента Украины, спортивные и культурные мероприятия, а также события международного масштаба. Жестовый язык входит в нашу жизнь через мягкий компонент – фестивали, презентации книг, выставки и другие культурные события. Безбарьерная среда не может существовать без языка жестов. Чтобы сделать жизнь людей с полной потерей слуха легче, каждому стоит придерживаться простых правил. Прикасаться к руке или плечу, чтобы обратить на себя внимание, активно жестикулировать при разговоре – это помогает читать по губам. И главное – помнить, что неслышащие ничем не отличаются от других людей. Не будьте безразличными. Услышьте каждого. Валерия Никипелова, Илья Крепак. Новости Украины. С пожеланием чутких и понимающих людей рядом я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Их всегда можно посмотреть в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok